Здравствуйте! На портале Экзегиатру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 18 стих из 35 главы книги «Бытия», в котором говорится о смерти Рахили и о рождении Вениамина. «Когда выходила из Рахили душа, ибо она умирала, то нарекла имя сыну Бенони, но отец его назвал Вениамином». В этом стихе содержится очень важный образ и метафора, которая позволяет нам глубже понять самую главную тайну нашей веры, тайну смерти и воскресения Христа. Всю Библию нужно читать в свете пасхальной тайны, тайны смерти и воскресения Христа. И в свете того, что Бог, когда Он входит в жизнь своего народа или в жизнь просто верующего человека, в этот момент сама реальность преображается и меняется тоже наше восприятие жизни. То, что было причиной страданий, смерти, это остается, и тень боли, она никуда не уходит. Но то, что вчера у нас вызывало суеверный страх и сильную тревогу благодаря присутствию Бога, вдруг обретает новое звучание и новое сияние. И вот здесь как раз мы это можем увидеть. Бог является Творцом и Спасителем именно потому, что Он входит в жизнь человека не в тот момент, когда мы идем по красной дорожке под звук фанфар, но в тот момент, когда мы угнетены, когда нам страшно, когда мы умираем, для того, чтобы Он явил свою силу, как Бог, который реальность греха превращает в реальность спасения, там, где мертвые воскресают, там, где недужные получают желанное исцеление. Таким образом, Бог открывает себя в истории народа и в истории каждого из нас. И поэтому там, где говорится о страдании, о смерти, о муке, в действительности тоже есть некий намек, некое предвосхищение и обетование какой-то окончательной победы жизни над смертью. Предвосхищение того спасения, которое нам будет даровано в смерти и воскресении Христа. И повествование о смерти Рахили очень таинственное, загадочное, очень странное. Кстати, обратите внимание, в Евангелии от Иоанна накануне своих страданий Христос готовит учеников к тому, что с ним произойдет. И когда он говорит о своей муке и о своем воскресении, он прибегает к образу рождающей женщины. Это идеальный образ, метафора, который адекватно передает то, что произойдет со Христом. Родовые схватки – это действительно кризис. Рождение нового мира сопровождается потрясениями и катаклизмами вселенского масштаба. Рождение каждого человека сопряжено с этим кризисом, с этими муками. И смерть всегда очень близка, потому что даже несмотря на успехи современной медицины, все равно случается так, что роженица умирает или умирает ребенок. Смерть как никогда рядом. Более того, то потрясение, которое переживает младенец в этот момент, никакой взрослый человек пережить не в состоянии. Если бы любому из нас представилось бы пережить то же самое, то мы бы это не смогли пережить. Но именно благодаря тому, что в младенце какая-то колоссальная жажда жизни, сила жизни и действительно момент рождения – это когда и смерть, и жизнь встречаются в какой-то схватке и чаще всего побеждает жизнь. Но иногда побеждает как будто смерть. И именно об этом говорит эпизод Рахили. В Ветхом Завете есть еще одна история, где роженица умирает. В первой книге царств рассказывается о том, что филистимляне захватили в плен ковчег Завета. И для всего народа это страшное потрясение, страшный удар. Бог оказывается пленником у врагов. И эта весть настолько ужасна, что Илья, когда услышал ее, умирает. Следом умирает сын. Потом невестка, узнав обо всем этом, тоже умирает. И в этот момент у нее начинаются роды. И мальчика, который родится, она назовет именем Ихавот, что означает «бесславие», потому что слава Израиля отошла от него. И в этом эпизоде причина смерти ясна. Такое внешнее потрясение, которое и обернулось смертельной травмой для роженицы. И можно понять, что она умирает именно потому, что она глубоко травмирована. Смерть Рахили объяснить невозможно ничем. За что Бог ее так наказал и что Бог хочет сказать этой трагедией. Библия нам дает представление о том, что жизнь – это всегда парадоксальная реальность, в которой переплетаются смерть и жизнь, радость и мука. И в истории Рахили мы видим как раз вот это парадоксальное переплетение. Она любимая, она прекрасная, она желанная жена. Но она бесплодна, она не может иметь сыновей. И нерождающая утроба – это такая великая библейская тема. Она так же бесплодна, как бесплодна Сара, как бесплодна Ревека. И для нее эта трагедия – это знак какого-то проклятия, знак того, что жизнь не будет иметь никакого продолжения. Но именно в эту реальность проникает Бог для того, чтобы явить себя как Спаситель. Там, где была смерть и бесплодие, там рождается жизнь. И народ о себе знает, что его история начинается с того, что престарелый старец Авраам, не имея уже никакой надежды на потомство, все-таки имеет любимого сына Исаака. И его бесплодная жена Сара становится матерью. И поэтому надежда никогда не умирает. Но вот в истории Рахили она бесплодна. И она видит свою старшую сестру Лию, которая рождает детей одна за другим. И ей от этого особенно печально. И только Бог сможет раскрыть утробу Рахили. И действительно, в один прекрасный момент рождается Иосиф. Само имя Иосиф указывает на то, что у Рахили есть надежда на будущее. У нее еще будут дети. И в самом деле вскоре Господь дает ей второго сына, но с рождением этого сына приходит смерть. И для верующего сознания это всегда очень большая загадка. Именно в тот момент, когда Бог вспомнил о Рахили и посещает ее, и когда она должна родить ребенка, именно в этот момент и приходит смерть. И остается очень страшный, таинственный вопрос об этом соседстве спасения и смерти. Образ Рахили будет иметь очень важную судьбу в истории библейской традиции. Пророк Иеремия, когда будет описывать участь сыновей Израиля, оказавшихся в Вавилонском плену, в стране изгнания и сени смертной, в стране отчаяния, вернет к жизни образ Рахили. Рахиль как будто жива, как будто ее опять вывели из гробницы для того, чтобы она смогла оплакать участь своих сыновей. И плач Рахили и слезы матери возвращают сыновьям Израиля надежду. И поэтому слезы матери возвращают им жизнь. Такой удивительный, парадоксальный образ, как его видит Иеремия. И именно поэтому в Евангелии от Матфея, когда будет эпизод избиения бифлеемских младенцев, опять возникнет образ плачущей Рахили, которая не хочет утешиться о своих сыновьях, потому что их нет, они погибли, и лишь только один спасен, младенец Иисус, чудодейственным образом избавлен от смерти, он оказывается в изгнании в Египте, в земле мрака, потому что его час еще не пробил, настанет час, когда он умрет за всех, тоже для того, чтобы вернуть к жизни не только сыновей Израиля, но все человечество. И поэтому тайна смерти Рахили очень важна для любого верующего человека. В этом описании смерти и рождения Вениамина, конечно, доминирует образ рождения, какой-то жажды жизни. И жизнь, кажется, одерживает победу и торжествует, и все это внезапно оборачивается смертью. Начинаются родовые схватки, и побивальная бабка говорит, не бойся, вот еще один тебе сын. По-еврейски сын – это Бен, и поэтому Рахиль, умирая, называет его Бенони. Бенони означает «сын моей боли», сын моей смерти, сын моей последней муки, агонии. И Иаков вмешивается в эту историю, он нарекает ему другое имя. Вообще в традиции очень важно, что имя дает мать. И поэтому даже когда мать умирает, ребенок несет то имя, которое она ему дала, и благодаря этому она как бы жива и присутствует в его жизни. Здесь как будто память о Рахиле стирается окончательно. И после этого будет упоминание о том, что Иаков воздвигнет каменную стеллу, обелиск в память о Рахиле. И это тоже трагическое указание на то, что память о ней стерта. Лишь только холодный камень будет напоминанием о ней. Итак, что же делать с этой игрой имен Бенони и Виньямин? Виньямин означает сын моей десницы. Ямин – это правая рука, и поэтому это сын силы, сын моей правоты. Есть еще интересная особенность. Мы, когда ориентируемся в географическом пространстве, то мы обращаемся лицом на север. И справа у нас будет восток, слева будет запад. И так далее. В древности человек ориентировался, слово «ориенты» – это восток, он вставал лицом к восходящему солнцу. И поэтому по правую руку был юг. Поэтому имя Виньямин одновременно может означать сын юга. Но это не так важно. Гораздо важнее, что это сын моей силы, сын моей жизни. Жизнь продолжается. И как будто Иаков хочет стереть память о Рахиле и воспоминания об этой смерти для того, чтобы имя ребенка не служило ему постоянным напоминанием о том, что ты стал причиной смерти твоей матери. Ведь имя – это не просто какая-то кличка, которую человек дает другому человеку. Имя – это всегда некое пророчество. И в древности это воспринималось, если хотите, как некий амулет, как то, что тебя будет защищать от враждебных сил, и то, что будет каким-то пророчеством о твоей будущей судьбе. Поэтому понятно желание отца дать своему сыну какое-то более оптимистичное, более радостное имя, потому что это сын, который несет в себе благословение жизни и любовь своего отца. В действительности имя Бенони является довольно двояким. Конечно, первое, что приходит на ум толкователем, это сын муки и сын смертельной агонии. Но в действительности этимологически его можно возвести к другому корню слова «он» одновременно может означать и радость, богатство, некое сокровище. И поэтому имя, которое дает Рахиль, оно несет в себе эту двойственность. Одновременно это сын боли, если этимологически это связывает с одним еврейским словом, но одновременно это и указание на какое-то неистекаемое сокровище жизни, радости, силы, ради которого Рахиль отдает свою жизнь. И поэтому сын боли, он же и сын богатства, моего богатства, моей жизни, это мое счастье. И, может быть, вот это сочетание смерти матери и жизни ребенка говорит о том, что по-настоящему мы обладаем тем, что мы отдаем другим. То, что мы прячем, мы теряем навсегда. Но то, что мы отдаем, то оно остается нашим. И поэтому этот дар, который оставляет Рахиль после себя, он имеет продолжение, и он будет ее истинным богатством и истинным счастьем. Слово «счастье», если можно предположить, оно происходит от слова «быть с частью», это и есть часть твоего богатства, твое достояние. И поэтому история Рахили содержит в себе, конечно, некое пророчество о смерти и воскресении Христа. Точно так же Сын Божий принимает смерть для того, чтобы кто-то получил жизнь, для того, чтобы сыновей Адама освободить от бремени и смерти и оставить им безграничные возможности жизни, вечной жизни. Поэтому Рахиль – это прообраз Христа, который своей смертью превращает саму смерть в дар жизни. И это тоже пророчество о какой-то окончательной победе, которая свершится в самом конце. Невозможно победить страх, если мы не победим смерть. И именно поэтому Христос одерживает победу над всяким страхом, над всякой тревогой и мукой, потому что Он побеждает смерть. И единственное действенное средство исцелиться от страха – это тоже принести себя в дар. И по-человечески мы это тоже можем прекрасно понимать. Поэтому, вспоминая Рахиль, попросим у Бога и пожелаем друг другу, чтобы Господь нам дал возможность и мудрость, и силу уподобиться своему Сыну, быть похожими на своего единородного Сына, в котором нам открывает эту любовь. Любовь, которая отдает всецело себя настолько, что даже сама смерть становится источником новой жизни. На портале экзегет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Санкт-Петербурга. 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 Продолжение следует...